Прямо на этом самом месте висела табличка с моими инициалами. Ранее же было написано, что это, оказывается, сеть парикмахерских салонов «Мастер Стриж». О том, что ему принадлежит парикмахерская на севере Москвы, Ренат Даянов узнал, когда на почту пришел судебный иск от департамента городского имущества. Якобы он задолжал круглую сумму за аренду. Департамент тоже продолжает утверждать, что я занимаю это помещение, работаю здесь. Итого сейчас сумма 11 миллионов. Я должен теперь департаменту. Предприниматель был уверен, что это досадная ошибка. Но, приехав по адресу, указанному в иске, не поверил своим глазам. Увидел уголок потребителя, в котором стояла ксерокопия моего старого паспорта. Скажите, пожалуйста, а как мы можем увидеть вот... Вот предприниматель, вот на печати написано. Да, вот Даянов Ренат. Сейчас я главному администратору позвоню. Сотрудники парикмахерской ведать не ведали, что перед ними тот самый Даянов Ренат. Якобы их начальник. Вы от моего имени, от моей фамилии выдаёте всем чеки. Это помещение Даянов действительно когда-то снимал. Но договор аренды с департаментом городского имущества рассорг 15 лет назад. И даже закрыл ИП. Но по бумагам до сих пор числится арендатором. По состоянию на начало февраля 2022 года, арендатор ИП Даянов не вернул ДГИни жилое помещение по акту приёма. Договор аренды действующий. Как такое могло произойти, остаётся только догадываться. Кто-то из недобросовестных чиновников скрыл факт расторжения и передал копии документов тем организаторам, которые использовали это помещение в дальнейшем под парикмахерскую. Парикмахерскую вскоре закрыли и опечатали. Но по другим адресам сеть Мастер Стриж продолжает работать. Эти же ООО находятся в судебных процессах с департаментом недвижимости по факту неоплаты арендных платежей. То есть это система, которую они просто применили, наверное, по всем своим объектам. При этом уведомления о растущем долге Ренату продолжают приходить. Единственный документ, на их взгляд, который мог доказать о том, что я это помещение сдал, было вот, как сказать, вот то самое заявление о расторжении договора. Ну, у меня произошел пожар в 2010 году, и вместе с основными документами, как вот паспортом гражданским и так далее, к сожалению, сгорела и вот эта бумажечка. Они сказали, что у них копии нет, потерялась я. Ситуация тупиковая, объясняют юристы. В суде мы можем ссылаться только на письменные документы, поэтому их надо хранить как можно дольше, но по крайней мере, как минимум, в пределах срока исковной давности. Пока что идут судебные разбирательства, но если Даянову не удастся доказать свою невиновность, ему придется заплатить 11 миллионов рублей.